Организация на самом ГДК. Ссылку я вам, к сожалению, не смогу дать, потому что у меня нет модерки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, играем. В общем, готовьтесь. При выборе персонажа, это нам не показали, он, скорее всего, выбрал женщину и высшего эльфа. Да, вот она, дефолтная женщина-высший эльф. Почему мы взяли именно это? Женщину мы берем, потому что чувак, который напротив нас сидит в тюрьме напротив нас, он произносит монолог. И если ваш персонаж женщина, то этот монолог произнесется быстрее. Высший эльф, потому что у него немного быстрее, у него немного больше скорости. Сейчас мы подходим к клетке и находим пиксель там, где мы сможем дотянуться до охранника сквозь решетку. И ждем самого охранника. О, вы сейчас на диване видите первое, второе и третье место по Обливиону, и поэтому все пришли помогать Гаришу. Слева сидит Фан Кэннон, у которого мировой рекорд. Вот сейчас он пытается своровать у стражника, как только подойдет нужное время, монеты и отпрыгнет назад. У него не получилось, он ресетает. Итак, в Обливионе вы можете сразу из тюрьмы кастовать фаерболы, что хорошо, и он кастанул один у охранника уже, потому что ему нужно начинать набирать так называемое агро, чтобы в один момент нужно ему... Сейчас, подождите секунду, чтобы это выглядело более красиво. В один момент мы начинаем бить охранника, чтобы они пропустили свои диалоги, и мы смогли убежать от них. Собственно, зачем нам слушать диалоги, когда можно побить охранников и убежать. В общем, насчет агро. Нам нужно заранее накидывать фаерболы, чтобы набивать агро, и в один нужный момент набрать его за один фаербол, и чтобы сразу же скипнуть все диалоги и катсцены. В общем, сейчас мы накидываем три-четыре фаерболы, и как только мы накинем пятый, охранники на нас побегут. К сожалению, я не очень помню имена всех НПЦ, поэтому я вот только Септиму помню. Накидываем тоже на Септиму. Вот этот Септим, который сейчас смотрит раннер, она развалится, и мы туда пойдем, поэтому он смотрит заранее туда. Сейчас мы найдем труп, берем все из него, что в нем есть, и с помощью этих предметов произойдет магия, которую вы все так ждете. С помощью чего этот ран проходится за 40 минут. В общем, обходим всех крыс, чтобы они нас не блочили, и бежим до конца коридора. Тут особо не потеряться, не то, что в лабиринт, тут просто прямой путь. Да, вот говорят о том, что вышелф немножко тоньше по телосложению, и поэтому он бегает быстрее. И не спрашивайте, почему те, кто тоньше, бегают быстрее. И мы почти выходим обратно в пределы нормальных локаций тюрьмы. Пока что мы просто ходим, лутаем то, что можем, то, что нужно, и убиваем кого нужно. Сейчас будет прыжок, как говорит WhiteLight, самый сложный скип в этой игре. На самом деле, нет, не так, это, понятное дело, шутка. Все прыжки через углы, это спидронерские наклонности. Привыкайте. Итак, мы пришли обратно в те локации, и, как вы помните, мы набрали на них агро, и вот с одного удара они уже начинают на нас идти, что пропустит добрую часть катсцен. Сейчас должно быть нападение на Септима. И мы заранее знаем спавны мобов, и поэтому убиваем их заранее, чтобы закончить катсценку быстрее. Итак, мы разговариваем с Септимом, он нам дает выбрать созвездие, мы выбираем Стида, потому что Стид прибавляет 20 к скорости. Я думаю, вам не нужно объяснять, почему мы его взяли. Нам осталось выбрать только класс в будущем. И я думаю, вы понимаете, по каким критериям будет отбираться класс. Так, мы начинаем опять их агрить, чтобы они побежали за нами и пропускали катсцены. Мы берем отмычки и стрелы, это очень важно, запомните, отмычки и стрелы. Продолжаем бежать, будем надеяться, что охранники побегут за нами, они должны подойти к этой двери. Отлично, все хорошо. Теперь нужно сбить агро и заходить в дверь. Если они не зайдут, нужно будет перезайти опять. Нет, ему повезло с первой троя. Итак, что мы сейчас делаем? Мы экипируем стрелы, они не могут экипироваться. Когда достаем зелье, выкидываем зелье, зелье дюпается, у нас теперь 10 зелек. Берем флешболт, выкидываем его, у нас теперь 10 флешболтов. Теперь спамим свитками, спамим одни свитки от других. И поэтому у нас становится много хамелеонов и много флешболтов. В общем, как это работает? Стрелы вы не можете экипировать, потому что он делает во время атаки. И, собственно, из-за того, что вы не можете экипировать стрелы, то, что вы выкидываете, игра думает, что это стрелы. Поэтому, так как было стрел 11, мы выкинули 11 зелий. Сейчас мы дюпаем отмычки. Сейчас мы переставим вместо огненного шара флешболт, потому что флешболт не требует маны и наносит больше урона. И у нас его около 300 штук, потому что... Что мы их на дюпале, почему бы и нет? В общем, с этого момента вы уже понимаете, что будет происходить в этом ране, но это еще не вся изюминка. Теперь император умер, мы берем Найтблейда, потому что у него атлетика, акробатика вкачана, поэтому мы берем его, потому что он бегает быстрее. Мы бы сейчас пропустили, наверное, двухминутный диалог с мертвым телом Септима с помощью тайминга. Теперь мы бежим, выходим из тюрьмы, прыгаем на бочку, что сейвит десятые секунды. Так, выходим. Выходим из тюрьмы, почти на свободе. Итак, сейчас мы должны найти продавца скумы и подождать 12 часов ночи или часа ночи, потому что он торгует только ночью. И купить у него одну скуму заместо тех зелий, что мы на дюпале. И сейчас, воистину, пойдет магия. Я думаю, что это быстрее делать скуму, который в РТА, но я не знаю. Так вот, час ночи, продавец здесь, покупаем у него скуму за свои поушины. Одной нам хватит, потому что мы же раннеры. И, внимательно смотрите, у нас была одна скума. Райнер случайно выпил скуму, и поэтому он все сруинил. Но ничего, у них есть квик-сейв и квик-лоуд, поэтому... Подождите, 5 секунд, сейчас он это сделает. Итак, выкидываем скуму. Скума становится очень много, мы ее подбираем. Подбираем около 30-40 штук. И теперь мы будем ее большими пачками дюпать наверх. Ой, их 277. 554. Неплохо. В общем, как работает скума? В обычной игре вы можете выпить 4 скумы, и если вы пьете пятую, у вас будет передозировка, и вы не сможете больше их пить. Но, если вы выпите 4 скумы через хоткей, и 4 скумы прямиком из инвентаря, то вы сможете использовать их 8. 4 отсюда, и 4 отсюда. И теперь мы бежим просто как Соник на спидах. Он бежит, бежит со своей скумой. И вот так будет проходить примерно весь ран. Вы будете видеть инвентарь, вы будете видеть хоткей, на который он пьет. Скуму сейчас будет сложный прыжок. Со стрейфом. Он опять пьет скуму. Пора бы уже привыкнуть. И вот на такой скорости будет проходиться вся игра. Сейчас будет скума-джамп. На том моменте, где он прыгает, есть маленькая текстурка, которая наклонена наверх, и это фрейм-перфект прыжок. Отлично, у ранера быстро получилось. Итак, в чем заключается скума-джамп? Вы набираете 8 скум старым способом, и потом, когда вы забегаете на ту текстурку наклонную, вы должны прыгнуть в определенный момент, чтобы игра не поняла, что происходит, и подкинула вас в два раза сильнее, чем обычно. И это фрейм-перфект зависимое. Вот сейчас тоже будет тоже скума-джамп. У него с первого раза получилось, что очень редко. Насчет отмычек. Насчет отмычек. Мы дюпли отмычки, чтобы не париться со всякими дверями, и мы нажимаем автоатемпт, и взлом происходит автоматически, и тратит отмычку одну, если не получилось. И поэтому мы все время тыкаем на автоатемпт. Все происходит очень быстро. Насчет дюпа. Как работает дюп? Мы подобрали стрелы, и первый дюп начинается со стрел. Мы экипируем стрелы во время атаки. Игра пишет, что так нельзя. И когда мы выкидываем какой-то предмет, игра думает, что у нас экипированы стрелы, и мы выкидываем стрелы. И так как стрел было 11, а potion 1, а игра думает, что мы выкидываем стрелы, мы выкинули 11 potion. И примерно по такому же принципу работают остальные дюпы через свитки. То есть игра думает, что вы выкидываете одно, а вы выкидываете другое. А количество одно и то же. Что значит no out of bounds? Это значит то, что раннер не может выходить за границы карты с помощью определенных багов. Когда мы бегаем по горам, очень большая вероятность умереть от падения. Поэтому гравитация наш лейший враг, и мы бегаем очень аккуратно. И вот такое может случиться, и вообще раннер может рифнуться от этого. Так что это очень опасно. Сейчас мы заходим в подземелье, и самый опасный враг в подземелье это лестница. Что с лестницы мы можем упасть на скуме и разбиться прямо на полном серьезе, и от этого умереть. Перед входом в храм, в котором нам нужно принести камень, мы сделали хардсейв. И просто запомните то, что мы сделали перед храмом хардсейв, в котором нам нужно будет принести камень. Бежим через подземелье, стараемся, чтобы никто не задел нас, не заблочил. Чувак выбрал класс Найтблейда, потому что он бегает быстрее. Итак, мы подобрали камень, внимательно. Он сейчас засейвился, когда подобрал камень на квиксейв. Подошел туда, куда нужно сдать квест. Открывает дверь, загружает сейв из пещеры. У него сохранился инвентарь, который был у него в пещере, но положение его изменилось, и он попал прямо в этот храм. То есть мы откатили время назад, зашли в дверь, и пока открывали дверь, мы включили квиклот с пещерой с камнем, и когда мы взяли камень, он у нас остался в инвентаре. Игра прогружает после двери локацию, в которую мы заходим, а инвентарь грузят с загрузки. Поэтому у нас камень в инвентаре, а позиционно мы около того места, куда нужно сдать квест. И сейчас будет опасная поездка по горам, потому что, как я уже говорил, можно спокойно разбиться из-за немного неправильного прыжка, поэтому обычно на них даже не прыгают. Скума, 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 и побежали. На самом деле, раннер очень рискованно бегает по ступенькам, очень обычно аккуратно по ним проходит, и если вдруг большая скорость останавливается, а тут раннер даже не боится упасть и разбиться. И так происходит тот же самый баг, он перед сейвом квиклоудится, у него появляется инвентарь, который ему нужно сдать при квесте, и он появляется там, где нужно сдать квест. В игре не будет использоваться никаких предметов, типа брони и меча, потому что зачем, если мы можем быстро бегать? Сейчас мы поговорим с каджитом, подойдем к собаке с пятой точки, это очень важно, потому что, если разговаривать спереди, спереди у собаки, то начнется большая катсцена, происходит что-то очень странное, а пятая точка у собаки почему-то не очень разговорчивая, поэтому она просто отдает вам награду за квест, и все, говорит, иди, я не буду показывать катсцену, ты подошел сзади, я тебя не люблю за это. Продолжаются обязательные разговоры. Сейчас нам нужно встать за угол, убить этого чувака, чтобы никто не видел за угол, и подойти к нему, когда квест обновится, подобрать книжку, которая нам нужна будет в будущем. Если вы не заметили, у раннера до сих пор кандалы из тюрьмы висят. Он снимет их только ближе к середине игры. Разговариваем, раннер знает заранее, какие нужны диалоги выбирать, чтобы продолжить линию с квестом, сейвится, пока вы не успели этого заметить. Они отмечают то, что этот продавец сначала рад вас видеть, а потом почему-то очень странно обижается на вас. Теперь мы взяли книги у этого продавца. С помощью диалогов он просто так их отдал. Зачем он несколько раз на скум нажимает? Если выпить 5 скум в обычном прохождении, то у вас будет передвизировка, и вы не сможете долгое время пить скуму снова. Как это обходится? Мы пьем 4 скума с помощью хоткея, которая забинджена раньше, и 4 из инвентаря. Это был еще один скума джамп, кстати, очень-очень тонкий, очень хороший. Похлопать в чате или покчамп откиньте. Вот. И в итоге мы выпиваем 8 скум, и у нас нет передозировки. И мы бегаем на ультра-быстрых скоростях, что позволяет нам быстрее проходить игру, собственно, этот же спидран. Иногда у вас с предыдущих локаций остается агра от неизвестных мобов, и вам нужно квикстейдж, квиклоуд сделать, тогда агра сбивается. Тут мы посидим на стуле, чтобы вот этот чувак к нам подошел, и мы его убьем, и заберем все, что у него есть, потому что мы можем... Теперь начинаем делать трюк с перемещением. Он открывает дверь, загружает предыдущий сейф. Ему нужно открыть дверь и в один фрейм нажать меню. Сейчас он пытается... Вот он сделал это, открыл, находит квиклоуд с вещами, которые ему нужны, берет их, и попадает в то место, куда он заходил через дверь с теми вещами, которые были у него на момент того квиклоуда. Сейчас ему нужно принести к вот этому алтарю какой-то предмет и ждать определенной погоды или дня, или время дня. Не очень помню. И только при этих условиях проход откроется. Кто не знает, кто не играл в Oblivion, сейчас вот этот синий жест рукой, это он хилит себя на пути. В воду можно прыгать, по-моему, в ней безопасно находиться. Откуда столько скума? Мы ее надюбали в начале с помощью неточности в обработке выкинутых предметов в игре. Он побьет вэр? Ммм, возможно. Почему бы и нет? Тут мы вороем книгу во время какого-то обряда и пытаемся убежать от них подальше в дверь. Сейчас мы будем квикзавиться, чтобы эта книжка осталась в инвентаре. Лоудимся там, куда нам нужно ее принести. Заходим в дверь, открываем квиклоуд, заходим в эту дверь, а инвентарь прогружается со старых лоудов. Я, наверное, последний раз это объясняю, потому что уже я думаю, все поняли, а те, кто не поняли, из пятого раза не поймут. Так что просто думайте, что эта магия так будет лучше. Он ждет определенного времени. Скума, 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 скума. И полетели дальше. Засавелись перед дверью, чтобы заранее иметь точку, куда нужно относить предмет с квеста. Используем автоматические аттемпты, чтобы открыть дверь не вручную, а отмычками. Автоматически. Убиваем этих двух, забираем ключ от подвала и идем в подвал. Забираем письмо. Заходим в ту локацию, куда нужно принести это письмо. Сейчас открываем дверь и используем сейвварп. Это называется сейвварп. И теперь Брумагейт. Я думаю, одна из самых больших причин, что я обнаружил в этой раме это Брумагейт. Брумагейт. О, да. В игре большой смысл имеет значение, большое значение имеет удача и почти каждый ран строится на удаче в некоторых моментах, что очень не нравится всем раннерам Обливиона, но РНГ тут умеренно и его можно контролировать, поэтому эту игру без проблем ранят. Сейчас мы пойдем во врата Обливиона и по-моему, мы там пробудем около 30 секунд. И он открывает невидимую дверь, которой тут вообще нету, с помощью сейвварпа и из врат Обливиона взламывает какую-то дверь и уходит куда-то. В общем, примерно так вы должны представлять, как происходит и ран Обливиона. Кто-то откуда-то выходит. Сейчас нам нужно побурить с МПЦшниками, чтобы продолжить квест и телепортироваться туда, откуда ближе бежать до квеста. Слева пришел твит от какого-то человека, который пишет, что он прошел игру за 400 часов, Агариш проходит за 40 минут. Что я делаю не так. Ну, в общем, нужно быть спидрайдером, чтобы делать вот это. бежим, стараемся не прыгать, чтобы не разбиться от неожиданной скорости. Скума-Скума-Скума-Скума опять, и побежали. Тут самый сложный мувмент из-за ран. Тут приходится оббегать всех призраков, чтобы они вас не блочили, и вам нужно разумно использовать то время, которое вам дано с подрана. сейчас нам нужно убить скелетов с синей каемкой, синим свечением, чтобы пройти дальше по квесту. Сэвимся около двери, вы уже знаете, зачем. Мы взяли ключ, открываем дверь, и ранний рассказ про то, что очень сложно бегать на такой скорости, при этом обходя всех призраков. Он пьет не 4 Скума, он пьет 8 Скум каждый раз. Итак, главный квест апдейтнулся, и время сейва варпа. сейчас будет самый сложный рНГ в этой игре, как говорит ранний. это должен был быть последним скелетом, которого нужно было убить по квесту. Хороший прыжок, он хотя бы не разбился. Сейчас мы квиксейв, клейплоат, ждем какое-то время, и вот эти чувачки, которые ушли, должны вернуться, они вернулись. разговариваем с Мартином, у него очень быстро меняется мимик лица, потому что он не успевает отвечать, потому что мы спидрайнеры, мы пропускаем все диалоги. Ау, извиняюсь, это гонщики, это не я виноват. Сейв ворп, еще один, не последний, скажем так. На самом деле, пока можно рассказать про то, что если вы вдруг захотите поранить обливин, то на канале GoldenSplit'а о ютубе, который в описании твича, скорее всего. Сейчас проверю. В общем, да, вон снизу ютуб, то вы можете найти туториал от раннера WhiteLight'а, как ранить Oblivion. Также можете к нему зайти на канал, Тезура вроде бы спамит ссылки на раннер с ГДК на него и на меня. Так что чувствуйте себя свободным зайти на все три или хотя бы на один канал. Сейчас идет катсцена, на которой мы блочим этого чувачка, потому что это весело. Как видите, кандалы до сих пор на нас. Это нормально. Все хорошо. Убиваем как можно быстрее. Чувачки нам даже не помогают, потому что зачем он сам справится. Можем его потолкать. Ему покайфу, ему все хорошо. Его подвинули, почему бы нет. Как видим, они нам даже не помогают, мы с вами справляемся, потому что напомню, что мы используем не обычные фейерболы, которые требуют маны, а свитки флешболта, которые наносят больше урона, которые мы надюпали, и которые не тратят маны. Но донати желает, на ране была удачей, чтобы он не занял семь лет. потолкаем опять этого чувака, потому что почему бы и нет. Он вроде как не против. Катус, она очень скучная, потому что практически ничего не нужно, подбегаешь к двум порталам, убиваешь импов. Все в таком духе. Хейлим, соживем, флешболты, наготове. На самом деле, пока можно рассказать про механику, которую вы даже не замечаете. После использования флешболта, заклинание автоматически переключается на второе, которое у него забинжено на кнопку 2, и после каждого выстрела ему нужно называть снова единицу на клавиатуре, чтобы активировать обратно флешболты, и поэтому он нажимает единицу и кнопку мышки очень быстро. Это убирает некоторые анимации каст. Еще один сейвборб. автоотемп, открываем замок, потому что у нас около 300 отмычек, нам не жалко. Убиваем всех, кого надо, и уже мы близки к концу. опять сейвборб. В общем, как можно описать обливиан в паре предложениях. Скума, 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 сейвборб, сейвборб, сейвборб. В общем, как-то так это работает. Скум должно быть ровно 8, сейвборбов ровно должно быть дофига. Бежим по горам, опять надеемся, что мы не разобьемся от больших скоростей, на которых мы бежим. Пройдем вначале забыл, да, еще 3-4 дюпа в начале, что позволит нам не дюпать всю игру дальше. Берем ключи, которые позволяют нам пройти через эту дверь у этого охранника. Прыгаем по зараученному пути, который заимпровлен, дальше некуда. Рейнер бежит по заданным маршрутам. О-о-о-о-о. Бывает и такое. Не совсем заимпровленные маршруты, но Но ничего. Бежим дальше. Пытаемся не упасть в лаву. Без шуток про лаву, пожалуйста. И вроде мы пробежали до конца. По времени он должен успеть за 40 минут, я верю в него. Ступеньком бежим очень аккуратно, чтобы не случилось вот такого прыжка. А если падаем, то пытаемся упасть на голову какому-нибудь чувачку. Убиваем короля и должны квикинуть его. Отлично. Он его не мог квик-кильнуть, ему не везло, и начиналась хатсцена, поэтому ему нужно убить его за один выстрел, и он квик-сервился и квик-лоудился, чтобы это произошло. И мы почти-почти в конце игры. Разговариваем с Мартиным, он уже успел переодеться. И мы идем спасать мир. Ждем Мартина. Разговариваем с ним. Нет, не с тобой. С Мартином. Квик-серв и квик-лоуд иногда скипают диалог, что сейчас произошло сейчас. Стоят, молчат друг на друга, и появляется черный экран иногда. Бежим на улицу, смотрим, что происходит на улице, и на улице уже... уже все плохо. И сейчас будет самое большое существо в этой игре. Вы видели его ногу. Неважно, оно самое большое. Отстаньте. Сейчас нужно ждать Мартина, мы появились прямо в нем. И... Сейчас мы с ним поговорим в последний раз, и это будет время. Диалог. Он пошел. Время. 37.03. Клапы, пукчампы в чат. 37.03. Неплохо. 37.03. 37.03. Он на самом деле немного ошибся. Фан Кэнон, он... Держит Вэр в другой категории, которая ООБ, А... Гарриш держит... Вэр в этой категории, которую он сейчас ранит. Сейчас мы еще посмотрим, я не особо следил, Набрали ли донат на ООБ. потому что это это будет шедевральный если это покажет на гдк дагон с дракон мы все 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 Играет музыка. Сейчас Гариш рассказывает про то, что если вы хотите учиться Oblivion, то вы можете зайти на speedrun.com и зайти в раздел гайды. Видимо, там есть подготовленные гайды специально для тех, кто хочет научиться. Но для русских есть более простой вариант, это зайти на YouTube Golden Split и вбить в поиск Oblivion. Там такой ранер, как White Light, объясняет все, как это ранится за полтора часа. Продолжение следует... Ну, если объявили стрим французов, то почему бы и не помочь? Продолжение следует... Продолжение следует...